В Украинской столице 19.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и далее о выпуске о главных событиях к этому часу. В Украине и в Украине. 17 снарядов 152 калибра. В 4.45 утра боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Сдетонировал склад боеприпасов. 20 человек эвакуировали, в том числе 11 детей. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов. В результате вражеского обстрела, к счастью, жертв среди гражданского населения нет. Адекватный ответ объединенных сил, который, я подчеркиваю, не проводился против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг, позволил уничтожить две гаубицы и артиллерийский склад 3-й отдельной мотострелковой бригады, так называемого 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск. Район Горловки – центр активизации вражеских обстрелов. Боевики ведут огонь из жилых кварталов оккупированного города, говорят военные. Село Гранитное оккупанты накануне обстреляли из танка. Российские террористические войска выпустили почти полный боекомплект Т-72. Запрещенные минскими договоренностями 125-мм снаряды падали в опасной близости от жилых домов. Предположительно, орудие работало в танках. Где-то 36 боекомплект Т-72 было выпущено снарядов возле поселка Гранитного. Здесь сейчас находится около 2000 мирных жителей. Украинская разведка докладывает о концентрации российских войск вблизи границы, сообщил секретарь СНБО. Это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководствам масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут начаться в любое время. По данным Совета нацбезопасности, на этой неделе обстрелы по украинской территории боевики вели в глубину до 30 километров. В результате уничтожили гражданскую инфраструктуру. Есть погибшие среди военных и мирного населения. Оксана Опрышко, Юлия Крючкова, UATV. Американский штат Миссури признал голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Об этом сообщает посольство Украины в США в Фейсбуке. Губернатор штата Эрик Греттонс выдал соответствующую прокламацию. От имени украинского народа дипведомство поблагодарило США за поддержку восстановления исторической справедливости в памяти о миллионах жертв сталинского режима. Отметим, что на сегодняшний день голодомор признан геноцидом в 11 американских штатах. Помочь спасти узника Кремля Олега Сенцова от смерти призывает людей доброй воли Европейская киноакадемия. Просит каждого обратиться к министрам иностранных дел своей страны, депутатам или в посольство России с требованием сделать все возможное для освобождения Сенцова. Обращение подписали продюсеры, актеры и режиссеры из Германии, Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Финляндии и России, а также партнеры Европейского киносообщества, в том числе Украинская киноакадемия и Союз кинематографистов. Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, объявленную 14 мая, требует освободить всех политузников. Светами, флагами и медалями встречали в Житомире бойцов 95-й десантно-штурмовой бригады. После полугода на передовой они вернулись домой, чтобы провести отпуск в кругу семьи. В 95-й десантно-штурмовой бригаде Евгений Гончар служит 4 года, прошел горячие точки. Вместе со своими сослуживцами, а их более тысячи, вернулся в свой очередной отпуск. Проведет его с родными. Кировоградская область, город Светловодск. Главное, просто быть рядом с родителями, с женой, побыть с семьей, насладиться этим моментом. Поздравить бойцов с благополучным возвращением на мирную землю пришли тысячи житомирян. Тата, застричай ему. Папу встречаем. Полгода точно не видели. Но вообще ждем четвертый год. Мы за него горды, рады, что он наконец-то дома. Военнослужащие признаются, тронуты теплым приемом. Я очень рад, что многие люди ждали нас. В первую очередь, это встреча с моей любимой женой и мамой. Чекаю. И самое что, чекаю. Ждали и всегда жду. Главное, чтобы они были здоровы, счастливы, возвращались живыми, чтобы нас встречала только победа. 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада находилась на передовой полгода. Свои задачи подразделение выполнило успешно. Лучших бойцов наградили орденами и медалями. С завтрашнего дня военные, прибывшие после выполнения задачи, отбывают в очередной отпуск. После отпуска штаб бригады будет отрабатывать восстановление боеспособности. И продолжатся занятия, чтобы бригада снова встала в строй. Десантники прошли маршем к своей воинской части. Боятся не снипортреты восьми погибших сослуживцев. Александр Миличук, Оксана Тракос, Житомир, ЮЭТВ. Рост ВВП, уменьшение дефицита бюджета, борьба с коррупцией и реформы вместо внешних займов помогут Украине привлечь иностранные инвестиции. Об этом сказал во время первого заседания Национального инвестиционного совета президент Украины Петр Порошенко. В Мариинском дворце в Киеве украинские чиновники сели за стол переговоров с топ-менеджерами 20 ведущих мировых компаний, которые инвестировали в Украину или планируют вкладывать деньги. Они обсудили перспективные направления украинской экономики и возможности развития бизнеса. Хотел бы особое ваше внимание обратить на украинскую IT-отрасль. Сегодня она в тройке индустрии с наибольшей долей ВВП. Она уже более трех лет превышает 3% ВВП и сейчас уступает только агропромышленному комплексу и металлургии. В этом году, по экспертным прогнозам, количество разработчиков должно вырасти еще на 25%, а к 2025-му удвоится. Нас радует то, как здесь происходят реформы, в том числе политические реформы, которые помогают обеспечить изменения. Десять лет назад об Украине все говорили как о кормушке. Сегодня Украина является лидером по экспорту зерна в мире. Можно вспомнить и IT-сферу, фармацевтическую и пищевую промышленности. Стартовал конкурсный отбор следователей и служащих в Центральный аппарат Государственного бюро расследований. На 219 вакансий претендуют свыше 1600 кандидатов. Всего в бюро нужно набрать 1500 сотрудников. После заполнения третьей вакансии бюро приступит к работе. Ожидается, что это произойдет в сентябре этого года. Новый орган будет расследовать преступления правоохранителей, судей и чиновников. Конкурсный отбор состоит из нескольких этапов. Сегодня мы начинаем первый – это тестирование. Далее будут практические задания и собеседования. Также закон о Госбюро расследования – это первый закон, который предусматривает прохождение полиграфа каждым претендентом на должность. Решение о назначении будет приниматься только после спецпроверки кандидатов на законопослушность. Фестиваль чемпионов прошел в официальной фан-зоне финала Лиги чемпионов в Киеве. Там собрались болельщики со всего мира. Для них организовали локации со спортивными играми, развлекали любителей футбола киевские музыканты. Фанаты могли получить автограф известного футболиста Луиса Гарсия и сфотографироваться с Кубком Лиги чемпионов на специально организованном поле. Сыграли молодежный турнир команды из Украины, Франции, Бразилии, Японии и США. После силами померились команды легенд украинского и мирового футбола. Ну а сами финалисты. Футбольные клубы Ливерпуль и Реал прилетели в украинскую столицу в четверг. Англичан встречали в аэропорту Киев. Королевский клуб из Испании в Борисполе. Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в 21.45 по киевскому времени. К этому часу пока что все. Новости о событиях в Украине и мире на четырех языках на сайте канала uatv.ua Следующий выпуск через два часа, тогда и подведем итоги дня. Не пропустите, оставайтесь с нами.